Приветище, это скреп механик и мы снова у разбитого корыта, ну точнее у разбитого корабля, просто есть такая поговорка. В общем ты меня спросишь, что ты здесь снова делаешь и почему ты все начал сначала, а потому что в прошлый раз я все сделал не так, все неправильно, оказывается наш корабль можно потушить, видишь тут все в огне, мы сейчас это все потушим. Если бы я пошел не туда, не в сторону башен, которые привлекли тогда моего внимания, а побежал бы вот чуть направо, где есть небольшое озерцо, тут лежит вот такое вот у нас ведерочко и при помощи него мы можем потушить наш корабль. Помимо этого ведерка здесь есть стенд, который обучает нас садоводству, здесь бы я понял что и как делать, тут даже смотри есть вот такая вот тачка с рассадой. В общем мы сейчас наполняем с тобой ведерочко и быстренько бежим тушить наш корабль, потому что там очень много интересного окутано огнем. Я думаю, что мы начнем наверное снаружи, вот так вот все-все-все по кругу сейчас потушим, хотя наверное нет, снаружи мы не будем тушить, потому что внутри очень много важного и интересного, дай вначале все внутри потушить. Если не тебе нравится скреп механик, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Ну вот, корабль потушен, верхняя часть не тушится, потому что смотри какой там пожарящий, со своим маленьким ведерком я его никак бы не затушил, но внутреннюю часть, смотри, тут нет ни одного огонька. Тут кстати есть колесо, которое нам понадобится. Также я узнал, что тут нужно поставить батарейку. В общем, спасибо всем комментаторам, которые помогли мне узнать, что корабль тушится, что батарейку можно тут взять, которая на вышке. Сейчас мы здесь все это реализуем и может быть даже запустим часть корабля. Тут у нас есть канистра с топливом, унитаз взять я не могу, потому что он сгорел, душ тоже, ну точнее ванну. Эх, сколько тут полезного-то было. Давай посмотрим, что можем взять здесь. Тут у нас есть какой-то сундучок маленький, заберем. Лягушка в писье. А, это кактус, это не лягушка, но похоже было на лягушку. Возьмем, конечно, радиоприемник с собой, календарик с голым мной, наверное, в голым мной. Ящик этот тоже забираем, пригодится в новом доме. Кружечку возьмем, тут все мое, считай. Поспим на дорожечку, сохранимся, так сказать. Тут еще цветочек тоже заберем. Надеюсь, что это все в будущем можно будет перерабатывать. А то место-то у меня ограничено, конечно же, от сумки. Вот тут, смотри, еще есть баночки-скляночки вот такие, надо забрать их. Это напиток, он нам пригодится, если я буду голодать. Ну что, давай посмотрим, что тут у нас есть. Тут у нас есть компьютер. И вроде бы, о, вот это что такое? Да, почитаем, что я поднял. Это у нас картошка, богатая крахмалом. Можно использовать как снаряд для бульбострелов и картопушек. Ого, тут и такие есть. Крутяк. Кстати, мне также еще сказали, что кукурузу, которую я в прошлый раз находил, она нужна для того, чтобы кормить коров и получать молоко. Я бы не догадался об этом вообще, не будь ваших комментариев. В общем, все. Мы сейчас бежим с тобой на поляночку со стендом садоводчества и будем здесь заниматься посадкой. Попробуем себя в роли садовника. А может быть, я здесь даже домик свой сделаю. В принципе, полянка такая прикольная. Короче, берем землю. В комментариях тоже об этом писали, что я подбирал мешок земли. Нужно было просто его насыпать и посадить. Вот так вот сыпем грядочки. И теперь можем взять семена, например, вот морковочку и посадить ее сюда. Вот так вот. Какая красота. Настоящий садовник. Есть, конечно же, опрыскиватель. Я же правильно понял, что это опрыскиватель? Да, заставляет растение расти быстрее. Это даже удобрение, а не опрыскиватель. Вот как. Так, забираем все помидорки здесь. Еще землю. Сейчас все я тут рассажу. Разбирать вот это я пока не буду. Лампочка, кстати, зачетная. Использовать свет. А, она может быть на растение как-то влияет, а? Свет 10, 1, 2. Ну, давай 10 оставим. Непонятно, что это пока. Тут у нас тоже еще есть растение. Тачку мы сейчас попробуем с тобой разобрать. Вот колесо. А, кстати, просто я хотел попробовать, могу ли я эту тачку катить. Давай мы сделаем по-другому. Мы поднимем эту конструкцию. Вот так вот. Сейчас поставим сюда колесо. Это убираем. И попробуем. Ну-ка. Не, не катится. Разбежался. О, фига себе. Короче, разбираем эту тачку. Ну все, вроде все растения посажены. Теперь попробуем удобрить. Чтобы все это быстрее росло. Ну и как показывает время, все это будет расти 4 часа. Добежали мы до этой башни. Правда, уже ночью. Потому что я тут еще все обрыскивал. Вот эту вот штуку мы забираем. Сейчас мы вернемся на корабль, попробуем ее поставить. Также в комментариях писали о том, что вот эти штуки нужно очищать. И тогда у меня будет металлолом. Это действительно так. И я не понимаю, почему разработчик именно перевел это как очищать, а не разбирать. Можно очистить металл от коррозии, например. Но то, что я делаю, это именно разобрать. Мы снова у корабля. Сейчас посмотрим, что даст нам аккумулятор. Поместить. Так, 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 так. И у нас заработал компьютер. А еще тут у нас есть утенок. Что ж, давай залезем в компьютер и посмотрим, что мы можем тут сделать. А мы можем сделать здесь тот самый двигатель, который хотели в прошлый раз. Но у нас сейчас нет древесины. Но древесина это не проблема, потому что мы можем срубить дерево. Вот так вот. Врублю камеру от третьего лица. Чтоб тебе было лучше видно. Ресурочки собраны. Двигатель мы можем создать. Он будет делаться 33 секунды. А тем временем у нас уже выросла рассада. И мы пойдем ее собирать. Надеюсь, что... Ага, у меня инвентарь полон. Ну ладно, сейчас что-нибудь распихаем куда-нибудь. Итак, наша рассадочка... Не понял. Не понял. А где моя рассада? Сюда пришли злобные роботы и все выкорчевали, что ли? Что за фигня? Может быть то, что я лампу сделал на 20? Я не знаю. Вот это печаль. А-а-а, я не палил, и она пропала. И рассаду нужно было палить. Вот это я дал, так дал. Учимся, как говорится, на своих ошибках. Посадим заново, не беда. Знаешь, что меня напрягает? Вот я кидаю в ведро воды. Кидаю его в середину. О, получилось. Неужели? Ну-ка еще разок посерединке кинем. О-о-о! Ну ладно, хоть по две грядки. А то у меня получалось только одну грядку залить. Все посажено, все облито. Теперь мы это все дело удобряем. В этот раз мне нужно будет подождать 11 часов. Ух, веселуха. Ну что, там наш двигатель готов. Надеюсь, что да. Да, забираем его. Следующее, что нам нужно сделать, это сидение водителя. Я, кстати, только сейчас обратил внимание, что у меня нет одного башмака. Я бегаю в носке. Ужас какой. Ух, нифига себе, прибежал. А тут отряд, короче, фермерских роботов. Вот это грусть-печаль. Как вас много-то здесь, а, ребята? Вы че? Откуда? Прошел раз, столько не было. Ну все, они меня ушатали. Э, ну че, пацаны? Трупак мой, отдайте, пожалуйста. С моими вещичками. Оп-оп-оп. Как я уворачиваюсь? Ну нифига не уворачиваюсь. Надо бежать. Ай-ай-ай-ай. Сейчас по жопе надоет. Бах. Промахнулся. Вот это я отхватил. Сейчас я вас раскидаю. Двух оставшихся. Это вообще как нефиг делать. Ты видал с одного удара, как его вынес? Сейчас я тебя вынесу, о. Ну че, теперь можно спокойной душой делать седуху. Потом колеса. Сколько у меня колеса? У меня были с собой раз, два, три, три колеса. Из трех колес можно сделать мотоцикл. Также нам нужны будут потом подшипники. У меня тоже они были. Два подшипника. Нужен еще один. Ура! Седуха сделана. Делаем теперь подшипничек. Также нам нужна кнопочка активации машины. Мы делаем и, естественно, соединитель. Но вся проблема в том, что у нас закончились микросхемы. Нужно их найти. Как мы с тобой помним, микросхемы падали либо с роботов, либо вот с таких вот ящиков, либо еще в сундуках. Саншейк. Что такое саншейк? Непонятно. О! Здорово! Дай мне свою микросхему. По-братски, плей. Мне там на соединитель не хватает. О! А вот и микросхема. Спасибочки. Кстати, знаешь че? Давно хотел попробовать кинуть ведро с водой в робота. Посмотреть, заклинит его или нет. Ну-ка, подходи. Не, не, не заклинило. Зато в нем была электросхема. Отлично. Все две я нашел. Давай еще ящики обыщем. Томата. Блин. Места-то нет. Все. Создаем этот соединитель. А пока он делается, идем строить платформу и начинать строительство чего-нибудь. Какого-нибудь мопеда или еще что-нибудь, я не знаю. Так, строить мы будем, наверное, из металла или из дерева. Не знаю, где у меня дерево. Неужели я все дерево потратил? Блин, ну ладно, будем тогда строить из металла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота! Какой мопед получился-то, а? Осталось только сюда еще двигатель поставить. Где у меня двигатель? Двигатель. Вот он. И сколько места тебе нужно, двигатель? О, ну в принципе он сюда вмещается. Вот так вот. Бежим, короче, собирать соединитель. И сейчас посмотрим, как это работает. Нам нужно соединить, значит, руль с передним колесом. Вот. А двигатель с задними колесами. Вот, отлично. И теперь кнопку запуска еще нужно поставить. Куда бы ее только поставить? А давай на сам двигатель. И вот он будет запускать двигатель. Я думаю, что вот так вот. Как мне узнать, сколько топлива у нас? Нужно ли доливать его? У меня тут есть канистрочка с бензином. Сейчас попробуем использовать. Блин, я думал, это уровень топлива, а это уровень мощности. То есть я могу настроить мощность нашего двигателя. Ладно, давай закинем сюда канистру. Четыре штуки. Вот так вот. И посмотрим, получится ли у нас что-нибудь или нет. Садимся. А, подожди. Подожди, подожди, подожди. Надо же убрать вначале подставочку нашу. Садимся. Ух ты, круто. Так. А как поворачивать-то? Е-мое. Черт, я не продумал рулевое управление. Как переднее колесо будет поворачиваться, если оно прибито к металлу, да? Там даже нету этих рулевых механизмов. Пойду-ка посмотрю, есть у меня что-нибудь на руль. Нету, к сожалению, здесь ничего. Но у меня есть один подшипник. Пойду я сейчас дерево подсоберу. И сделаем еще одно колесо. Ну, пока колесо у нас делается, мы поднимаем наш мотоцикл и делаем из него автомобиль. Ну, типа, что-то похоже на автомобиль. Ну, в принципе, в принципе, тачка готова. Ставим подшипники. Колеса готова. Теперь эта тачка должна поехать. Я надеюсь на это. Сейчас мы проверим. Ладно, запускаем двигатель. Так, что-то мне непонятно. Пока кнопка эта нажата, двигатель заводится. Но как только я ее отжимаю, двигатель все. Что-то какие-то пердежи. Я точно машину собрал? Я, наверное, что-то накосячил с вращением, а? Нам надо, чтобы колесо туда крутилось. И здесь тоже туда. Ну-ка, теперь заводим. Вот, тачка поехала, но без меня. Угу. Значит, этот выключатель нам не нужен. Ой, 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 стой, 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 подожди. Ой, что-то я сломал. Надо заглушить. Подожди, 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 подожди. Стой, бензина нету больше. Хорош. Так, ладно. Возвращаем кнопку. Все. Фух. Забор сломал. Так, что-то я не внижаю. Короче, поворачиваться эта тачка все равно не хочет. А, потому что я рулевое управление не настроил. Все, да. Все, да. Ну-ка, попробуем. Ну, в принципе, как у танка будет поворот. Надо сделать, короче, нам переключатель. Переключатель вот такой. Создаем. Ну, а пока он делается, пойдем сходим на грядочки. Посмотрим, что у нас там выросло. Надеюсь, что в этот раз все-таки выросло. И там что-то есть. Нужен, нужен, нужен. Да блин! Да как так-то? Я все палил. А оно все пропало. Может, как только таймер заканчивается, мне нужно срочно бежать на грядку и все это собирать? Ладно. Дай попробуем посадить морковочку. Одну морковочку. Сейчас мы ее пойдем. Удобрим. И будем за ней следить. Все, переключатель у нас готов. Пойдем его сейчас поставим. Единственное, я не знаю, как мне сделать задний ход. Возможно, переключатель нам с этим поможет. О, кстати, у меня был переключатель. Зря я его сделал. Ну, ладно. Куда бы его теперь только воткнуть? Так, я убрал свой переключатель. Трактор мой поехал, конечно же. Ставим вот этот вот. Теперь соединяем. Опа. Ну вот. Теперь у нас нормальный переключатель. Включил, поехал. Выключил, не поехал. Значит, включаем, типа, едем. И как мне только развернуться-то? Черт подери! Как все сложно. Так, машиночка. Как бы тебя пододвинуть? Толкнуть? Есть одна идея. Есть. Повернем колеса назад. Запускаем. Давай, 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 давай. Назад. Едь, 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 едь. Задний ход. Вот так вот. Едем вроде, едем. Ну давай. Ну давай, че ты. Че-то как-то совсем плохо едется. Мне кажется, я быстрее своими двумя куда-нибудь добегу. Ладно, вылазим. Меняем настроечки. Все, полный вперед. Поехали. Да, отлично, едем. Кончилось топливо. Черт подери. Сейчас заправимся. Подожди. Не кипишуй. А, может быть, мощность двигателя настроить? Ну, короче, в любом случае, рулевое управление у нас не работает. Все как-то очень плохо. Так, ладно. Нужно настроить руль. Не будем зря топливо тратить. Решил я все-таки обратиться к инструкции. И понял, как сделать поворотный механизм. Вот так вот. Значит, возвращаем мой мотоцикл. Убираем, значит, колеса, подшипники здесь у нас. Надо поднять наш механизм. Вот так. И теперь самая главная штука. Поворотный механизм. Ставим подшипник. На него квадратик. И теперь колесо. И все это должно теперь работать. Я надеюсь. Опускаем. Сейчас будем тестировать. Значит, теперь руль подсоединяем к двигателю. Когда я сажусь, двигатель заводится. Все. Я думаю, что так должно сработать. Теперь колеса зависят от двигателя. Крутятся они у нас вон туда. И переднее колесо тоже зависит от двигателя. Не, так не получится. Достигнут лимит соединений. Ну, значит, задние колеса у нас крутят. Передние рулят. Опускаем тачку. Садимся. О! Поворачивает, смотри! Ништяк! Что, поехали, типа? Сейчас, подожди. Надо настроить это. Что-то с колесами бурда какая-то. Нам туда. Это тоже туда. Настраиваем максимальную скорость двигателя. Вот так вот. И посмотрим. Ну-ка. О! Нифига себе! Нифига себе! И задний ход есть! Кру... О! Блин! Да. Это нюанс... Трехколесного мопеда. Надо сделать пошире заднюю колесную базу. О! Вроде что-то едется. Ю-ху! О! На дыбы встал! Фига себе! Вот это я даю! Вот это у меня мощь! Так, задний ход. А! Ну, тут это... Бревно было. Все понятно. Давай-давай-давай! Как же меня колбасит на таких кривых колесах! Поехали до грядочки доедем. Черт! Все равно меня заносит. Надо будет четыре колеса делать. По-любому. Посмотрим, есть ли у меня еще одна шестерня. Колесо есть? Шестеренка. Надо еще шестеренок. Еще шестеренок. Как минимум две. Одна на колесо, другая на поворот. Смогу я сделать? Да, смогу. Делаем еще две шестеренки. А я пока пойду на грядочку схожу. Сперва тачку под ней. Ну, что же ты там, моя морковочка выросла? О, ты посмотри! Морковка выросла. Наконец-то! Поднять. Все, я понял. Я понял, понял, понял. Как только таймер заканчивается, нужно сразу бежать и собирать свои овощи. Я наконец-то переделал грядочки, чтобы все было не в разнобой, а красивенько. Ну вот, появился таймер. И теперь, как только он закончится, я сразу мычусь просто на свой огородик. Ну что, мой драндулет, дружище! Мой первый подопытный механизм. Короче, мне заново нужно разобрать все тое колесо переднее. И сделать все так же, как сзади. Все! Колеса готовы. Все вроде бы работает как надо. А нет, не так. Сейчас, подожди. Надо все это повернуть в другую сторону. А то зеркально получается. Во! Ну-ка, поехали. О-о-о-о! Спокойно, успокойно, успокойно. Как буксует! Подожди, надо уменьшить мощность двигателя. Давай поставим вот что-ка. Посмотрим. Помчали. Во, в принципе, норм. Ю-ху! Мы на колесах! Наконец-то я построил свой драндулет. Теперь я могу ездить на свою ферму. Как же мне колбасит, ты посмотри на это. Это очень смешно. Огород еще зреет. Ничего еще не готово. Поехали обратно к кораблю. Ну, короче, как я понял, мне нужно попросту искать нормальные колеса. А где их нормальные-то найти? Естественно, блуждать по этой территории, бомбить роботов. Ну и, конечно, можно доехать до той мастерской, где я остановился в прошлом видео. Уверен, что там я чего-нибудь да найду. Так же, поехали туда. Ух, тут горочка. Сейчас помчим, а там дальше асфальт. Просто чудно. Сейчас проверим, как наша тачка гоняет по асфальту. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ну слушай, более-менее стабильно. Но все равно колбасит разные стороны. Сейчас выйдем вот на тот асфальтик. Сделаю помощнее двигатель. И поедем в горку. Заехали. Вылазим. Мощность двигателя на максимум. Да не, на максимум это слишком будет. Ну давай на максимум, пофиг. Посмотрим, что будет. Помчали. Ух, ядрен. Как бешеная кобыла. Вот это мы мчим. С ветерком. Правда, весь позвоночник скоро себе выбью. С такими колесами. А вот и первые ларьки-марьки. Тут точно мы колеса не найдем. Разбирать я это все не хочу, как в прошлый раз. О, робот, здорово. Может мы тебя задавим? Вообще пофиг. Забор только сломал. О, он меня выбил с кресла водительского. Ты видел, как я полетел? Просто в каком-то шоковом состоянии. У меня еще... Ты че? Он мне колесо отпигачил. Блин. И седуха потерялась. Твою ж налево. Подожди, 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 подожди. Как так-то? Там вон робот корову угоняет. Твою ж налево. Просохатил все. А! Ты че, офигел? С коровы на меня, что ли, переключился? Блин, ну это потеря, потеря. Я потерял колесо. Рулевой механизм. По нему повышенную развалюку. Надеюсь, до нее роботы не дотянутся. Пускай она так висит. А я побежал в мастерскую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова